Видеокарта. Это самое значительное нововведение в новых макбуках про 16 дюймов. Так как мощность видеокарты стареет в компьютере одной из первых, и ее мощь для владельцев мак, который хочет работать с графикой, должна стоять на первом месте. Модель выпускается с Radeon Pro 5300M и Radeon Pro 5500M. Попрошу заметить, Radeon Pro, а не RX. И в винде вы увидите драйвера на Radeon Pro. А версия Radeon Pro 5500M имеет две комплектации с 4 и 8 гигабайтами видеопамяти. Ну, понятное дело, больше значит лучше. Память разве когда-то была, друзья, лишней? Память состоит из новых быстрых чипов GDDR6. От кого бы вы думали? Самсунга. Данные чипы оснащены медным экраном и имеют пару алюминиевых термопрокладок. В предшественниках такого шика не имелось. Обе видеокарты выпускаются по новому 7-нанометровому техпроцессору на фабрике TSMC. Основанные видеокарты Radeon Pro на микроархитектуре Navi. Несмотря на похожие названия с RX, разница в производительности между Radeon Pro и Radeon RX значительная. Причем не в пользу Pro. Более высокий TDP и частота компенсируют два дополнительных вычислительных блока. Тем не менее, зачастую Radeon Pro 5500M превосходит NVIDIA GeForce GTX 1650. Также Radeon Pro 5500M превосходит Radeon Pro Vega 20. Ну и соответственно Radeon Pro 560X и все остальные младшие модели в предыдущих поколениях макбука 15-дюймового. Чтобы вам было легче запомнить, я просто вам покажу сравнительную таблицу прироста и результатов. Для начала давайте проверим макбук Pro 16 дюймов бенчмарки Blackmagic Rough Speed Test. Он проверяет общую производительность процессора и видеокарты. Итак, макбук Pro 16 дюймов, баллов 27 и 44. Вот вам для сравнения результаты iMac Pro 2017 с Vega 56 и Mac Mini 2018 с Vega 64 через EGPU. Результат для мобильного решения впечатляющий, но все же не так все просто. Познаем дальше. Троттлинг видеокарты. Если проверять видеокарту в бенчмарке 3DMark SkyDiver в течение 30 минут, оценка составит 98-99%. А значит пользователи не столкнутся со снижением производительности в играх и ресурсоемких приложениях. А вот если проверить и провести тот же самый тест от 2 до 4 часов или свыше 4 часов, эффективность видеокарты снижается в среднем до 92%. Короче, как говорит классик, через 2 часа не все так радужно, как хотелось бы. Но и надо сказать честно, что понижение на 8% в ноутбуке это достойный результат. Теперь коснемся видеоигр, так как они тоже показывают общую производительность видеоядра. Возможности Radeon Pro 5500M, так же как и возможности 5300M, достаточно, чтобы запускать игры на высоких или ультра настройках качества графики. В разрешении 1080p, в Windows 10, в macOS все будет гораздо хуже, минимум в 2 раза. И это я еще не говорю про стабильность кадров и глюки. В общем macOS, друзья, под игры не заточено, прости Apple. По настройке графики в различных играх прошу ознакомиться с таблицей. Таблица составлена на основе видеокарты 5500M. Так вам будет проще всего сориентироваться по возможности данного видеоядра. Скажу от себя следующее, я играю на средних настройках графики в RDR2 в 1080, либо по другому 1200, это если уж правильно, уже вторую и третью недели. Я просто в восторге. Играю на стабильных 45-50 кадрах с временами и просадками, ну очень редко до 35. Стабильность превосходная. Играю под вулканом. Уверен с оптимизацией драйверов от AMD этот показатель улучшится. Но даже сейчас, друзья, RDR2 в 1080 на макбуке это великолепно. Также протестируем видеоядро и общую производительность под офисные задачи. Конечно, это смешно проверять компьютер, который тянет 8К ролики для офисных задач, но все же давайте хоть вместе поржем. Данный компьютер под офисные задачи категорически не подходит. Возьмите себе Air и не мучайтесь. Этот же монстр MacBook Pro 16 дюймов создан совершенно для других задач. Он для мощных творцов. По оценке PS Mark 10 Extended, именно он и дает нам общую, в принципе, хорошую оценку общей производительности компьютера. Согласно его результату, наш MacBook Pro 16 дюймов равен стандартному игровому ноутбуку на базе винды в 2020 году. Отличный результат. Так что с офисными задачами данный MacBook особо напрягаться и не будет. Идем дальше. Теперь перейдем к общей производительности и работе в профприложениях для видеоядра. Ну, интересно же. Бенчмарк Валитест показывает производительность от батареи 1285 балла. Бенчмарк Валитест показывает производительность от электросети уже в 1302 балла, что дает нам 1,3% прироста. И это несущественно. Все, что до 3% это коэффициент ошибки. Бенчмарк Валитест показывает производительность от внешней видеокарты Vega 64 на 8 гигабайт 1419. А вот это уже, друзья, прирост в 9%. Результат. И GPU все еще мощнее с существующими MacBook'ами 16 дюймов. Теперь затронем уже профессиональный рендеринг Final Cut. Время исполнения проекта на родной видеокарте 5500M с 4 гигабайтами видеопамяти составил 1 час и 2 минуты. ЕГПУ с MacBook'ом всегда, друзья, будет актуален, чтобы кто не говорил. Несмотря на отсутствующий в MacBook'е серьезный троттлинг и мощный центральный процессор Intel, внешние видеокарты можно будет менять и постоянно делать апгрейд. Более того, внешние видеокарты не ограничиваются жесткими рамками по DDP и другими фишками. В общем, имея внешний бокс на 550 Вт, к примеру, вы можете поставить видеокарту туда, что Radeon Pro 580 или RX, что Radeon 5700XT. И не бояться, что мощность видеоядра у вас будет страдать. Поэтому давайте протестируем на видеокарте Vega 64 на 8 гигабайт от Asus. Время исполнения ролика на Vega 64 составило 50 минут. Многие могут сказать, несерьезно. Друзья, но это дает в прирост 30% плюсом, а это уже треть часть от производительности. Если учесть, что видеокарту можно поставить более производительную, то опять результат будет выше. Тем более, не надо забывать, что ранее мы подтвердили, что эффективность встроенной видеокарты падает через 2 часа активной работы на 8%. Тем самым результат приближается почти к 1,2 по эффективности с внешней видеокартой. Также давайте посмотрим на результаты данного теста среди других компьютеров Mac и узнаем, хорошо ли это для MacBook Pro 16 дюймов или нет. Итак, такой же рендеринг данного ролика Mac Mini выполнил на встроенной графике Intel 630 за чуть больше 5,5 часов. Mac Mini с Vega 64 уже выполнил данный тест за 48 минут. iMac 5K 27 дюймов 20 гигабайт Азу и Radeon Pro 570 на 4 гигабайта выполнил этот проект за 1 час 18 минут. iMac 27 с Radeon Pro 580 на 8 гигабайт за 48 минут. iMac Pro с Vega 56 выполнил этот проект за 40 минут. Неплохо если учесть, что MacBook Pro 16 дюймов выходит практически на линию со стационарниками. Теперь давайте сравним с предшественниками именно в MacBook. MacBook Pro 2015 года с Radeon R9 M370X на 2 гигабайта выполняет проект за 3 часа и 33 минуты. MacBook Pro 15 дюймов с 8-м поколением процессора и видеокартой Radeon Pro 560 выполняет проект за 1 час 55 минут. MacBook Pro 16 дюймов с 6-ядерным процессором и видеокартой 5300М выполняет проект за 1 час 5 минут. Итого можно составить карту эффективности MacBook Pro 16 дюймов с видеокартой 5500М. Да и друзья в принципе 5300М далеко не отстает, что тоже радует. В общем MacBook Pro 16 дюймов производительнее. MacBook Pro 2015 года с видеокартой Radeon R9 на 227%. iMac 570 Radeon на 20%. MacBook Pro 15 дюймов с Radeon 560X на 76%. Итог. За себя скажу, что результат не хороший, а просто отличный для мобильного решения. С уверенностью можно сказать, что если вы захотите работать на MacBook даже с 10-битным видеом в 4К в 60 фпс, вы будете это делать налегке и вам данной производительности хватит на лет 5 работы точно. И единственное, что вам может не хватать для некоторых плагинов с видеомонтажными программами, это азов 16 гигабайт и 4 гигабайтами видеопамяти. Но даже данная версия MacBook всех рвет и мечт. Так что здесь можно сказать следующее. Технологии AMD и система охлаждения делают свое дело. По EGPU можно сказать так. Есть смысл покупать видеокарту от Vega 56, 64, Radeon 5700, 5700 XT и выше. Ниже брать видеокарту невыгодно и нерентабельно. Она даст вам просто незначительный прирост, либо наоборот будет меньше производительность. Более того, видеокарты от AMD в последнее время вырываются в хорошие показатели производительности. Поэтому никогда мобильная графика в ноутбуке не сможет сравняться по производительности с обычной видеокартой того же поколения в вашем внешнем боксе для мака. И тем более с припаянной видеокартой в iMac. Также на основе своей практики могу заметить странную особенность в работе с внешними видеокартами. Если мульти EGPU не работает в маках еще должным образом, то есть не задействуются одновременно два видеоядра, то есть две видеокарты, то с видеопамятью я такого сказать не могу. Так как в тестах, где видеопамяти мне не хватало, система компенсирует со второго видеоядра, даже если оно не задействовано. Ну даже macOS понимает, что лишней памяти, друзья, не бывает. Так что это радует. Для себя же я решил следующее. Для своих задач внешнюю видеокарту следующую я буду брать минимум с 16 гигабайтами видеопамяти на борту. Так как мне это даст больше маневров в будущем, надеюсь AMD нам смогут подарить что-то помощнее Radeon 7. Также напоминаю, видеокарты в macOS работают только от компании AMD. Nvidia работают только если вы запустите винду через буткамп. Список поддерживающих видеокарт от AMD под macOS вы найдете в описании под роликом. Пользуйтесь, друзья, данным списком, чтобы не рисковать своими деньгами. Краткие секреты и помощь в работе под виндой. Если мы знаем, что в macOS у нас система работает на автомате с видеокартами, то под виндой все иначе. Если вы будете испытывать проблемы с драйверами буткамп, то посетите данный сайт. Если вы будете испытывать проблемы с драйверами именно AMD в ваших компьютерах Mac, то открываю вам секрет, что для владельцев компьютеров Mac AMD делает отдельные драйвера. И они расположены прямо на отдельной странице сайта. Прямо как у премиум клиентов. Получить драйвера под буткамп вы сможете под ссылкой в описании. А переустановить довольно просто. Качаете драйвера AMD, разархивируете, заходите в папку BIN64, находите ярлык AMD Cleanup Utilita и запускаете. Система вас попросит перезагрузиться. Вы соглашаетесь. И после чего заходите под безопасным режимом и удаляете драйвера. Потом перезагружаете вновь и нажимаете правой кнопкой мыши на компьютер. Выбираете управление. Дальше в диспетчер устройств и выбираете видео адаптеры. А потом вверху выбираете обновление драйвера устройства и указываете путь к папке распакованной AMD. Все готово. Система определяет, обновляет и просит перезагрузить винду. Перезагружайтесь и наслаждайтесь индивидуальными драйверами от AMD под буткамп. Мне было интересно, как данный компьютер работает с 4К монитором. Работа с 4К монитором через Type-C работает автоматический хаб, если в мониторе он есть. И идет зарядка макбука. Но зарядка для офисной работы или несложных задач. Тогда будет хватать. Если вам необходимы сложные задачи, друзья, то заряда будет не хватать. Будет компенсироваться батареей. Либо подключайте дополнительный источник питания, либо полностью подключайте оригинальный зарядник и не придумывайте себе ничего. При подключении внешнего монитора задействуется видеокарта Intel и AMD в macOS, если стоит галочка в настройках монитора автоматическое переключение графики в случае воспроизведения видео с ютуба. Итак, время отвлека будет согласно спецификациям вашего внешнего монитора. Input lag просто доля секунды. Не чувствуется никакой задержки между передачей сигнала от мышки или клавиатуры до внешнего монитора через макбук. Оценка 10 из 10 баллов. Это в случае, как я работал через Type-C. Температуры мака в режиме работы с монитором 4К в простое. Центральный процессор 72 градуса по Цельсию. Это штатная температура. Графический процессор Intel 64 градуса по Цельсию. Radeon 62 градуса по Цельсию. Это штатная температура. В режиме простоя вращение кулеров левой до 2250 оборотов в минуту, правой до 2100 оборотов. В режиме даже простого воспроизведения видеоматериала с ютуба причем, поднимаются обороты кулеров вплоть до 5500 оборотов в минуту. Согласно температурным датчикам, система охлаждения реагирует так, не на показатели повышенных температур центрального или графического процессора, поскольку они находятся в температурных штатных рамках, а на температуру Thunderbolt портов, которому подключены зарядки. Или в данном, в моем случае, это дисплей. Почему такая реакция? Давайте потихоньку разбираться. Xiaomi переходник, если его подключать, не справляется с передачей сигнала. Температура Thunderbolt портов, к которому подключен дисплей, поднимается на 8 градусов и становится 58 градусов в режиме работы с внешним монитором и зарядки одновременно. Работает в рамках штатных температур. Но максимально допустимая температура Thunderbolt портов составляет 60 градусов. Поэтому, как только температура повышается до 59 градусов, система тут же включает охлаждение на полную катушку, чтобы понизить температуру по всей материнской плате. Но также замечено, что даже при охлаждении всей системы, понижении температур портов Thunderbolt до 53 градусов, система не торопится почему-то скидывать высокие обороты кулеров. Либо это дополнительная защита для MacBook Pro 16 дюймов из-за возросшей мощности компьютера, либо сказывается еще не до конца отлаженная macOS система Catalina. В любом случае, это скорее особенность, чем недостаток. Поскольку страшнее, друзья, если система вообще не борется с высокими температурами и позволяет уходить ей за критические отметки, даже на непродолжительный срок. Максимальное значение температуры для процессоров данной серии составляет 100 градусов. Видеокарта свыше 82 градусов у меня в жестких стресс-тестах даже не поднималась. Ну, если это верить датчикам. Пороговое значение максимальной температуры на видеокарте составляет 85 градусов. Для аккумуляторной батареи рабочая температура, согласно сайту в MacBook'ах, составляет 35 градусов. Но это просто нереально. Батарея постоянно работает в режиме 33-38 градусов. И поскольку там литий-полимерный аккумулятор, значит значение критические 45 градусов уже будет серьезно. Что и указано, согласно спецификациям Apple на сайте в режиме хранения. Но система охлаждения не может обеспечить в режиме жесткого стресс-теста температурный потолок аккумулятора до 35 градусов. Да и на систему охлаждения тут все же надеяться сильно не приходится. Температура все же выходит за данные пределы. Поэтому главным правилом для вас может быть следующие признаки. Если в режиме работы вы замечаете температуру аккумуляторной батареи свыше 40 градусов, особенно в летнее время года, вам необходимо в принудительном порядке увеличивать скорость вращения кулеров свыше 5500 оборотов в минуту. В ином случае литий-полимерный аккумулятор начнет выходить из комфортных температурных зон и будет включаться стремительный процесс деградации аккумуляторных блоков. Во время прохождения теста система охлаждения не позволяла повыситься температуре аккумуляторов свыше 42 градусов. Ну или это не система охлаждения, так же материнка там что-то обрезала. Но тут надо сказать честно, что и температура в помещении у меня была 24 градуса. И все же 42 градуса это уже красная грань. Такой температуры я достиг только благодаря двум запущенным стресс-тестам одновременно на видеоядро и центральный процессор. Для мониторинга температуры и управлением работы кулеров вы можете использовать программное обеспечение MaxFanControl, iStatMenu или iStatistica. Так же при подключении внешнего монитора через Type-C и зарядке от него системы при мощных задачах не хватает мощности и она компенсируется батареей. Еще раз напоминаю, поэтому обеспечьте, если хотите подключить монитор по Type-C, чтобы полностью хватало заряда для вашего макбука. Вы можете подключить зарядку оригинального от макбука и не переживать, что там что-то заискри, даже если вы будете подключать несколько зарядных устройств в разные порты. Система определяет все корректно и через 2-3 секунды после аудентификации зарядного устройства начинает отключать аккумуляторную батарею и компенсировать нехватку заряда через оригинальный источник питания. Тем самым у меня макбук на тесте работал одновременно от электросети, так же дополнительно заряжался и подключался от Type-C монитора. Рекомендация сразу, так как мы подтвердили, что при осуществлении подключения Thunderbolt зарядки температура портов повышается, лучше второй источник питания переводить на противоположную сторону ноутбука, чтобы распределить температуру, а не нагружать одну шину. Так как согласно отчету о системе, Thunderbolt 1 и 2 подключены к одной шине, соответственно 3 и 4 подключены к другой шине. Они на разных сторонах, первый, второй слева, третий, четвертый справа, что позволит нам не приводить к перегреву непосредственно самих Thunderbolt портов. В случае же с внешней видеокартой подключение производится иначе. Необходимо отключить питание на eGPU, после чего вставить в Thunderbolt порт и после этого включить питание на внешнем боксе. Думаю, это выражено отсутствующим микропроцессором, который как раз и определяет, когда подавать питание на компьютер, а когда отключать. Поэтому подключением внешних видеокарт производить только на холодную. Напоминаю, кто не в курсе, при горячем подключении можно довести до искры, а то и хуже. Именно эта ситуация у меня произошла как раз с моим Mac Mini 2018 года. Также напряжение, вибрация или электростатика по корпусу при зарядке от любого источника не наблюдается. В случае, если у вас на металлическом корпусе фиксируется небольшое напряжение, срочно обращайтесь в сервисный центр. Это обязательно будет гарантийный случай. Также многие в интернете задаются вопросом, как же работать с закрытым макбуком и внешним монитором, и как переводить все в сон, чтобы внешний монитор тоже отключался. Друзья, хотел оставить это для ролика с фишками macOS, но это очень распространенный вопрос, поэтому расскажу здесь. Все просто. Когда вы в системе работаете с внешним монитором и закрываете крышку вашего макбука, железо макбука все отправляет на внешний монитор и отключает внутренний монитор. Но если вы хотите выключить полностью систему, то вам достаточно зажать Ctrl-Command-Q или иначе нажать на яблочко и заблокировать сеанс, и экран макбука встает на блокировку. И после чего вы закрываете крышку, и макбук понимает, что хозяин не хочет перестроиться на внешний монитор, а хочет полностью заблокировать устройство, и тем самым он переходит в режим сна, как на внутреннем, так и на внешнем мониторе. Пользуйтесь, друзья. Резюме. Работать с 4К монитором комфортно. И напоминаю, друзья, что макбук про 16 дюймов единственный макбук пока на рынке, который может поддерживать до двух внешних мониторов с высоким цветовым пространством в более чем миллиард цветов в разрешении 6К. И это очень хороший запас на будущее. То есть два 6К монитора, но это просто нереально. В общем, работать можно спокойно, система контролирует температуры достаточно тщательно. Даже можно сказать, что система охлаждения пока реагирует более осторожно к пороговым значениям и подстраховывается. Возможно, Apple в будущем оптимизирует эти нюансы. Но исходя даже из существующих реалий, при соблюдении данных правил вы будете работать с удовольствием. Правда, и нужно будет крепиться шумом колеров. Но искренне верю, что Apple оптимизирует это через софт. Субтитры сделал DimaTorzok